Когда мы вспоминаем самые безумные казусбыли в истории, то первыми на ум приходят как минимум ведро, свинья и борода. Именно о войне из-за последнего сегодня и пойдет речь. Итак, в конце 15 века Османская империя, едва отошедшая от войны с мамлюками, положила глаз на крепости Венеции, Баубании и Марии. Взяв эти крепости, султан Боязид II мог не только сделать красивые границы для своей империи, но и пошатнуть торговое влияние Венеции в регионе. Однако начать эту кампанию ему мешали две вещи. Первая, именно в Венеции находился брат Боязида Джем, претендовавший на османский престол, и в случае военного конфликта на его сторону могла перейти часть войска осман. А вторая, это усталость от недавней войны с мамлюками. Нападение на Венецию могло вызвать недовольство среди солдат и привести к восстанию. И если в одном случае Боязид просто дождался кончины Джема, то в другом все было не так просто. Ему нужно было спровоцировать венецианцев на объявление войны. В 1499 году у Боязида появилась такая возможность. На встрече с венецианским послом он попросил, чтобы тот доказал дружеские намерения Венеции по мусульманскому обычаю, то есть поклявшись своей бородой. Посол, конечно же, не смог этого сделать, поскольку он, как и многие другие венецианцы, брил свое лицо. Тогда султан в повышенном тоне оскорбил не только посла, но и всех жителей Венеции, назвав их обезьянами. Боязид добился желаемого. Недолго думая, разгневанный посол объявил войну Османской империи. Начавшаяся таким образом Вторая Османовенецианская война поначалу складывалась очень успешно для султана. 25 августа его флот разгромил пушечную армаду венецианцев в битве по Ризонкио. И через три дня османские войска взяли крепость Лепанто. В 1500 году пали все крепости Венеции в Марии. В августе османский флот одержал еще одну крупную победу над венецианцами. При этом в ноябре османы потеряли контроль над островами Кефалония и Итака. Их захватили объединенные силы Испании и Венеции. В 1501 году Боязид захватил крепость Дураццо в Албании. Венецианцы договорились о военной помощи с французами, венграми и папством. И продолжали сражаться с османами еще два года. Однако так и не смогли отвоевать свои крепости. По итогам войны султан Боязид добился своих целей, но вряд ли был этому доволен. Поскольку захват венецианских крепостей в Албании и Марии стоил ему двух островов в Ионическом море. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш патреон. Сим победиши! Кстати, в этой войне венецианцы первыми в мире использовали пушечный флот. Вот только он им не особо помог.